Урок музыки. Мы продолжаем с вами изучать народное песенное творчество. И вы сегодня познакомитесь с такой интересной темой, как малые эпосы Кенча Дастанар. На нашем уроке вы узнаете о сказителях малых эпосов, узнаете различия Манаса и малых эпосов от других жанров. Но давайте вспомним, что такое фольклор кыргызского народа. Традиция устной поэзии складывалась у кыргызов веками. Она включает различные лирические жанры, пословицы, поговорки, песни, плачи, заговорки, а также крупные эпические произведения. Наиболее известно монументальное произведение Манас. Популяризаторами эпоса выступали сказители Манас-Чи, знавшие на память более 250 тысяч стихотворных строк. Фольклор кыргызов многожанровый, среди которых эпос Манас играет выдающуюся роль. На прошлых уроках вы узнали, что главный кыргызский эпос имеет это же название и главного героя Манас. Этот шедевр кыргызского народа включен в список нематериального культуры наследия человечества ЮНЕСКО, а также в книгу рекордов Гиннеса, как самый объемный эпос в мире, более 500 тысяч строк. Эпос состоит, как вы знаете, из трех частей – Манас, Симитей, Ситек. И основное содержание эпоса составляют подвиги Манаса. И все это отражено в кыргызской народной музыке. Сегодня вы узнаете, что такое малый эпос – кинджидастан. Это искусство акинов, импровизаторов, которое широко распространено среди населения. Что такое кинджидастан? Это малые эпосы. И они исполняются в сопровождении народных музыкальных инструментов. На прошлых уроках вы слышали исполнение эпоса Манас речитативом, то есть без музыкального сопровождения, а уже малые эпосы. Это в сопровождении музыкальных инструментов. Каких? А вот, посмотрите. Исполняются в сопровождении камуза, ну и реже накылки яли. Какие же известны произведения малых достанов? Это Курман Бек, Эрто Штук, Кейдэйкан, Кожужаш. Каждый имеет свой напев. Звучат они спокойнее, уравновешеннее, чем эпос Манас. Но и достаны имеют главную тему. Каждый из них имеет свою собственную тему, лежащую в основе музыкального развития. Помимо большого эпоса Манас, каргызский народ создавал сказания значительно меньших размилов. Малый эпос, в который входит свыше 30 отдельных поэм. Это в основном поэмы героического и лирического содержания. Ну, давайте я немножко расскажу вам содержание таких эпосов. Вот, например, Жанел Мирза повествует о девушке-богатыре Жанел. Эрто Штук – это сказочно-богатырский эпос, в котором главный герой сражается со злыми духами, чтобы освободить свой народ от рабства. Кейдыкан – повесть о бедняке, который, став ханом, помогает простым людям. Или вот сказочный романтический эпос «Кожужаш» рассказывает о том, как волшебная серая коза жестоко наказывает жадного охотника. Есть поэмы, которые повествуют о несчастной любви. И сегодня вы познакомитесь еще с содержанием одного малого эпоса, но чуть позже. А кто такие же сказители этих малых эпосов? Ярчайшими исполнителями этих эпосов были икны-импровизаторы. Они, конечно, отличались выдающимся поэтическим даром, хорошим голосом, виртуозным владением инструмента. Ну и, конечно, были они яркими артистами, имели артистические способности. Примером такого многогранного дарования стали Балык, Арстанбек, Тактагул, Калык, Османкул, Алымкул и многие другие. И памятники этих выдающихся исполнителей вы можете увидеть в городе Кыргызстан, в скверах. Вот я, например, живу на улице Калыка Акеева. И на пресечении Жебекжулу и Калыка Акеева, около Академии наук, есть памятник Калыку Акееву. Достанчи – это акины-импровизаторы. Они исполняют малые эпосы в стихотворной форме, без подготовки, сопровождения музыки. Такой Достанчи был Калык Акеев. Сейчас вы, раз узнаете историю одного из малых эпосов «Карагул Батон», то есть содержание. Давным-давно жил охотник Тумаш. У Тамуша был сын Карагул. Родители любили, лелеяли, баловали своего сына. Мать шила ему овечьей шкуры. Однажды Тумаш собрался на охоту. «Карагулу тоже захотелось пойти, но отец запретил ему, так как он был еще маленьким. Не послушался Карагул своего отца и пошел за ним. Не догнав его, он уснул на дороге. После неудачной охоты Тумаш, возвращаясь домой, увидел далеко в кустах наживу. Обрадовался охотник и застрелил добычу. Прибежал Тумаш к кустам за добычей и увидел убитого сына. Горько заплакал охотник. Взял на руки своего мертвого сына. Тумаш спустился к себе в аул. Собрался народ. Состонало от горя мать. В слезах убивался отец. Очень жестоко наказала охотника мать природы за то, что он убивал животных». Ну и тема народного песенного творчества. У нас сегодня на уроке, конечно же, должно прозвучать исполнение известным Акыном произведения Карагул Боком. Послушайте его. КОНЕЦ КОНЕЦ И длится, ребята, этот рассказ 28 минут. Вопросы с задания к уроку. Первое. Что такое Малый Дастан? Кто был исполнителем Малого Дастана? Как их называли? Можете перечислить их. Какие Малые Дастаны ты знаешь? Я думаю, что достаточно написать о трех Дастанах. Каким музыкальным инструментом сопровождается исполнение Малых Дастанов? Кто такой Калыка Киев? О чем поется в Дастане Карагул Ботком? Все эти ответы ты запишешь в своей тетради по музыке. Запишешь тему урока и ответишь на шесть вопросов полными красивыми ответами. Урок окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...